Продовольственная безопасность У нас имеется множество институтов и даже на базе университетов имеются отдельные лаборатории, которые занимаются усовершенствованием различных культур растений. Это будет сказываться на качестве урожая, на качестве семян и будет повышать конкурентоспособность наших агрономов и в целом бизнесменов. Качество сельхозкультур, которые преимущественно составляют основную часть рациона казахстанцев, существенно изменится. Исследуя растения и их плоды, лаборатории получают усовершенствованные семена. И этот момент один из ключевых, ведь зачастую именно качество семян становится решающим фактором в получении здорового урожая. Готовь сани летом, а семена до посадки. Наступили горячие деньки, пора высаживать свои огородные культуры в открытый грунт. В многолетней практике опытных садоводов установлено, что практически все овощи лучше растут, если садить их самыми свежими семенами, исключая, пожалуй, только огурцы. При длительном хранении семян снижается процент их всхожести, но одновременно увеличивается качество урожая. Но как же выбрать те, что не заставят по осени закупаться магазинными плодами? Обо всем по порядку. Здравствуйте, в эфире программа «Осторожно импорт». Карагандинская область, Абайский район. Здесь выращивают шесть сортов картофеля уже более десяти лет. По репродукциям это элита. Латона, Удача, Артемис, Зикура, Наташа и даже такой краснокожурный Родриго. Срок хранения этого картофеля максимальный. Особенность выведения в том, что семена с этого хозяйства выпускаются в идеальном состоянии. Это доказывают европейские сертификаты. Картофель без проволочника, заболеваний и без парши. Зарубежные семена европейских производителей очень хорошие, но они для долголетнего посадки в наших регионах в первые годы хорошо показывают, потом начинают перерождаться. Мы из всех проверенных сортов выбрали несколько сортов картофеля и смирись с тем, мы выращиваем сорта, которые в Казахстане хорошо показали себе. Времени проверить, что подходит нашим землям, у хозяйства было достаточно. В прошлом на этих территориях узники Карлага тоже занимались выращиванием картофеля. О качестве урожая говорит то, что возили его показывать на ВДНХ. Выставку достижений народного хозяйства. С тех пор за селекционными семенами в Казахстан едут многие. Ведь никому не хочется, разрезая очередную картошку, обнаруживать там черные дыры, паршу. Все, что закладывается в семенах, это все на самом деле закладывается в их генах. Использовать семена, выращенные на наших территориях, это намного лучше и результативнее, потому что мы будем знать, где они растут, как они были получены, какие они качества себе несут. Для этого будут включаться и ученые, и агрономы. И на таможне тоже должна быть достаточно хорошая проверка, чтобы суметь обеспечить местное население хорошими плодовитыми семенами. И также предложить это на экспорт. Компании, занимающиеся расфасовкой и реализацией семян, в последнее время появляются, как грибы после дождя. К сожалению, далеко не каждая из них продает нам качественный продукт. И несмотря на век рыночного потребления продуктов, когда мы между производить и покупать в магазине, выбираем последнее, этот факт есть кому заметить. Огороды и выращивание своими руками овощей на них по-прежнему популярны у казахстанцев. Вообще это глупо, искать где-то импортные семена. Это же совершенно разные погодные условия, разные климатические условия. Поэтому свои надо, родные. Я беру наши казахстанские семена. Это город Ускаминогорск. Они уже обработаны от вредителей, обработаны, очень грамотно подготовлены. Горячая пора началась не только у садоводов и огородников. Расследование Россельхознадзора выявило, 40% семян, реализуемых на рынке, не соответствуют нормам. Проверили более 8,5 тысяч упаковок. В некоторых упаковках даже нашли живых клещей. Если вы собираетесь выращивать овощные культуры, можно приобрести семена в специальных сертифицированных компаниях. Если хотите посадить семена на маленьком участке для себя, то приобрести можно семена на рынке. И определить качество по виду, по запаху и подержав руками семена можно. К первому показателю относится цвет семян. Например, у огурца он обычно белый. Если вы заметите, что цвет испорченный и не свежий, значит качество все-таки низкое. У некоторых семян, например, как у помидора или моркови, специфический запах. Если запаха нет, значит это давние семена. Нам постоянно хочется посадить что-то новое, чего на участке еще не было. Именно поэтому мы идем и покупаем семена, а иногда выписываем их через интернет. Но когда мы изучаем яркие картинки на упаковке, очень часто забываем про какие-либо правила выбора семян и их покупки. Поэтому позже у нас и вырастают какие-то диковинные растения, а не та долгожданная рассада, которую нам хотелось бы увидеть в горшке или теплице. Поэтому перед покупкой все же следует изучить производителя и его историю. Начать стоит с названия фирмы. На упаковке должно быть фото растения, его краткое описание, правила посадки и агротехника. Нередко можно встретить так называемые белые пакеты без фотографий. Семена в них ничуть не хуже, но за счет более простой упаковки стоят они дешевле. Однако информация о растении и на таком пакетике непременно должна быть. В том числе и название культуры в соответствии с государственным реестром. Еще лучше, если продавец сможет предоставить вам сертификат соответствия. Такой всегда имеется у крупных поставщиков. Весной перед тем, как продавать свой семенной материал, мы его предварительно проверяем на наличие вирусов, на наличие паразитов, на наличие химопрепаратов. То есть мы отвозим в независимые лаборатории свой семенный материал, где он проходит все испытания, после чего нам дают соответствующие документы. Поэтому при покупке семенного материала клиент может получить весь пакет документов на него. Пакеты с семенами, если это не крупный картофель, выпускаемый в сетках или мешках, должны быть сделаны из достаточно плотной бумаги. Никаких расплывчатых букв и изображений. Ведь зачастую мошенники экономят именно на качестве упаковки и полиграфии. А проверить каждый пакетик при ввозе в страну просто невозможно. И чем больше сопроводительных документов у семян, тем лучше. Если мы говорим о трансгенных растениях, то обязательно семена и сами растения должны быть проверены на наличие того или иного трансгена. Исходя из этого, мы можем уже как-то их дальше тоже отбирать и решать, нужны ли они или нет. Это касается не только исследователей. Я думаю, что сейчас это уже должно работать на уровне таможни. То есть, чтобы мы знали, что завозят в нашу страну и что мы можем предложить на экспорт. В этой теплице выращивают огурцы. Семена высаживают дважды в год и привыкли доверять не только документам. Урожай – вот главный показатель качества приобретаемой продукции. Пока аграрии используют импортные семена. Ждут, когда подобные селекции выведут и в Казахстане. В основном берем голландские, сорт меринда. Потому что они вкусные, другие не подходят. Потому что в теплице они самостоятельно оплодотворяются без помощи пчел и мух. И поэтому мы часто берем этот сорт. Когда теплица построилась, первый раз нам посадили китайские семья. Они были очень длинные и невкусные. Но и мы пробовали разные сорта и остановились на меринде. Меринда и вкусная растет хорошо. И посаженные зерна вырастают на 100%. Такой продукт выгодно реализовывать за рубеж. Ведь иностранные ученые постарались и сделали его востребованным на долгие годы. Огурцы, выращенные из этих семян, семян после созревания не дают. Продуманный ход настоящих селекционеров, нацеленных на бизнес. В Казахстане же активно работают над выведением сортов овощей, которые будут устойчивы к грибкам, инфекциям, паразитам и даже морозам. Это задача номер один. Рынок показывает, здоровье и вкусные овощи нравятся всем. А значит, покупать семена, усовершенствованные казахстанскими учеными, будут многие страны. Ведь здоровье дают только здоровые продукты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова